итак всем привет дорогие друзья на связи команды мммб и сейчас мы будем с вами обсуждать рейтинги рейтинги которых мы ранее уже с вами касались но сейчас через этот небольшой промежуток времени но сколько мы не видели турнир и относительно небольшой мы имели возможность посмотреть сразу три турнира которые преподнесли нам интересные события одни из них были ожидаемы а другие не очень причем настолько не очень что реально перед перемешали все карты просто который только можно было и естественно это внесло некоторые коррективы в рейтинге и последующие поединки которые мы будем далее с вами видеть и поэтому я вижу смысл вот в этот перерыв до 30 числа когда будет следующий турнир обсудить все это и соответственно занять наше с вами время меня зовут андрей как всегда со мной будет обсуждать это все арсений да всем привет да и начинаем мы с рейтинга паунт вне зависимости от весовой категории и здесь все ну достаточно классически выглядит первое место это соответственно бессменный король джон джонс хабиб нурмагомедов генри сихуда который карьеру завершил но почему-то находится до сих пор в рейтинге стипе мео чичи и далее 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 вон что-то там даниэль корме забыл выше комара усмана который является просто сверх доминирующим чемпионом у себя но по сути ему только колби дал близкий бой но в остальном я не знаю ады сания вроде на своем месте волкановский вроде тоже чемпион доминирующий почему он ниже корме я не понимаю можете еще сказать ну реально то есть у усмана в дивизионе практически нет претендентов ну там есть можно парочку найти там леон эдвардс да там можно его как-нибудь довести там ну именно из тех кто близко к титульному бою их мало я посмотрел стивена томпсона но ему еще долго идти после того поражения петису вот ну и в принципе их арке масвидаль но масвидаль сливать так быстро я думаю не будут он только хайп заработал только-только вот это все началось так быстро его сливать зачем под усмана класть его да ну возможно ли с лионом подерется он опять же один-два до претендентов у корме вообще не чемпион а у претендентов у исраэля ну просто куча в дивизионе там и коста там и канонир идти у да не постоянно подбирается близко к шербазян хоу там говорит о том что хочет выйти начитанный этот круг этот забег да куча там еще а у и текера не надо забывать там у него какие психические проблемы психологические проблемы да может быть он пока отдохнет а так конечно ну принципе там если понимать это рейтинг как бы что он связан из популярность в том числе то конечно возможно и не джонсон одна первое место до хобби вообще ну ты знаешь я бы не сказал что даниэль корме это такая искрометная звезда которая там я не знаю собирает просто солд-аут на каждый турнир там все билеты все пей-превью абсолютно там ну как конор макгрегор как брок лесснер нет это заметный боец интересные такое скажем интересная манера вести боя он неплохо рубиться в стойке там может что-то и сказать и человек сам по себе интересный но это не фигура конора макгрегор вот кстати которая мы можем наблюдать на девятой строчке понятно по какой причине потому что человек в тренде и соответственно должен быть в рейтингах ну а по остальным позициям лишь у меня вопросов нет макс бывший доминирующий чемпион и соответственно топ контендеры из легкого веса геджи парье фергюсон роберт уитакер бывший чемпион и тэйрон лудли также бывший чемпион есть все нормально да можно переместиться и тут сразу как бы вырисовывается сегодня постили мы в группе ссылочка где в описании на что будет второй будет реванш второй бой дэвис на фигуре да и джозефа беновидиза титульный и в принципе в этом этот весом полумертвый да как мы уже говорили об этом тут то есть как бы шансы принципе у алекса переза подобраться если он победит фармигу у пан тоже там пан тоже всегда около 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 до вьется марина да в принципе вот если алекс перез победит фармигу я посмотрел бы его бой с марина хорошей получился бы наверное что такое интересное честно я тебе скажу я особо никаких надежд не питаю насчет этого дивизиона и все-таки рано или поздно он будет расформирован я в этом не сомневаюсь может быть даже вот когда сейчас определиться чемпион на этом они с ним и закончат там проведут еще парочку защит там морена может быть пан тоже и на этом все по сути там особо даже и драться больше никому если говорить по поводу реванша но что можно сказать я надеюсь что фигуре да на этот раз сделает вес корректно и соответственно пройдет все без всяких этому столкновений головами ударов по яйцам слишком много непоняток по тому бою было но с другой стороны до фигуре да конечно физически беновидиза просто раздавил тогда именно видно было что джозеф он технически хорош он пытается он работоспособный но физика фигуре да его габариты и мощь просто не оставили беновидизу не особо никаких вариантов ну посмотрим может быть в этот раз фигуре да засушится и будет не таким сильным поглядим фигуре да очень способны вообще сапис такой спортсмен я вижу как бы комментарии да что люди пишут в основе там своей как бы люди говорят что рано или поздно да что фигуре да все равно как бы первый сценарий первого боя повторится хочу просто напомнить какой был сценарий первого боя да во первых он вес не сделал и это большой вопрос потому что возможно фигуре да который сделал вес и фигуре да который не сделал вес это принципиально два разных фигуре да да и насколько сильно он выдохся спонтожий да и насколько он сильно выдохся с тем же фармигой и фармиги ночи бой проиграл да по делу спонтожий просто устал там были зарубы и он периодически взорвался ну хороший бой показал но опять же поражение фармиги когда фармига мог делать так дауны здесь же с беновидизом он был такой сильный и практически не уставал что отражал все попытки трейкдаунов хоть бы хоть он и проигрывал по очкам но тем не менее отразить попытки трейкдаунов беновидиза отличного грэпплера отличного борца такого опытного парня да это дорогого стоит и какой он будет если он действительно сделает вес это вопрос и второй момент это нокаутировал ли точным попаданием фигуры до его как мне кажется все таки нет потому что столкновение головами было и было ярко видно что действительно за глаз схватился этот беновидиз да это похожая ситуация на ту когда корме знаешь пальцы засуну в глаза стипе а потом начали писать все что корме 10 боев из 10 выиграет стипе вам поскольку боец лучше и так далее ну есть да такие моменты которые делают этот спорт именно спортом единоборствами это некоторые коррективы такие небрежности все это требуется скажем так даже не знаю как сказать все это ну такие житейские бытовые моменты как-то от которых никто не застрахован это может быть удар по яйцам там я не знаю это тычок в глаз что угодно там вес провален да это все такие бытовые моменты от которых никто не застрахован и будем надеяться что просто в следующем поединке который мы увидим уже вот скоро эти ребята подойдут просто наилучшей форме будут драться чисто и мы действительно увидим кто же является легитимным чемпионом вот и все да но за остальных там за кем следить но дворак хороший такой спортсмен такой выносливый да нахуй за ними следить вообще конечно этот дивизион реально не интересный и можно перейти дальше вот для нас вот реально для нас вот как для жителей россии я не сомневаюсь что этот дивизион в основном интересен потому что там дерется аскар аскаров и он сейчас находится в топе это единственная причина по которой за не будут следить я не говорю сейчас именно таких осознанно осознанно углубленных фанатов которые может быть с точки зрения ставок рассматривают этот дивизион и соответственно как любой другой это одно но именно со спортивной составляющей им вот этот вот списочек из 15 бойцов он существенно менее интересный даже даже следующего дивизиона который обладает ну гораздо гораздо более интересными именами до легчайший он там вообще раз свел вот с приходом сихудрик это не странно да вот он начал много говорить много привлекать внимание к себе пётр ян постоянно такой острый данный язык это очень приятно что боец снг не боится вообще как бы себя раскрывать в этом плане там вот тоже момент очень важный типа может по-английски не может говорить да как есть очень интересно ну да да особенно вот эти вот моменты то что там вот вроде по-английскому не бенни мэну стричь это вот и он же гандон это да такой просто ну как бы парень не теряется явно что за словом в карман не полезет готов примут говорить о тут просто чем голову взбредет да и вот пётр но это реально хороший боец которого мы описали в принципе в подкасте за кем следует следить точнее в ролике да ну вот собственно понятно уже какие будут бои до стерлинг с над хаген марайс ян замечательные два боя конечно я думаю что стерлинг все-таки с яном в итоге сойдутся но надеюсь что увидим победителя яна в бою с марайсом потому что марайс конечно его все списывают сейчас возможно конечно и по делу но об менее опасным он не перестал быть безусловно сам по себе марлан марайс является таким бойцом который тайминговый и сильно бьющий у него отличная физическая форма и при этом вы можете вспомнить просто как он контрил альда альда выдержал с честью все эти удары но это были очень страшные и скажем так точные своевременные попадания каждое такое попадание может завершить поединок досрочно и безусловно петру нужно быть очень осторожным он любит прессинговать он любит идти вперед но у него есть отличное кардио на вооружении и в пяти раундах есть резон им воспользоваться и измотать марайса который очевидно гораздо менее выносливый не нужно прямо так вот сходу переть на него я думаю то что у него есть отличная возможность затянуть поединок поздний раунд и там уже спокойно дальше дорабатывать да там подбирается десятой строчки коди гарбернда который будет драться на сунсау очень очень хороший бой который принципе я думаю для гарбернда как раз таки сделан и за одну победу он может опять вернуться топ-5 а следующий бой если вдруг он выиграет то конечно это уже будет интересно потому что там все остальные с ударом парни и размена размен не избежать так сказать для коди по сути вот из всего топа вообще всего подобрали по сути самого удобного бойца потому что рафаэля сунса он такой трудяга он скилловой тактик и в принципе боец который не имеет каких-то слабых сторон но при этом он не является панчером не является таким жестко бьющим парнем и для коди это пожалуй самый лучший вариант то что можно там пойти в размен как он любит и при этом не печалится что ты удар то пропустишь потому что сунсау не ударить тебя так как жоза алда как я не знаю там джимми ривера педро муниус да кто угодно он ударить может но тем не менее шанс уйти в нокаут от него все таки пониже ну джимми я думаю тоже бы улетел ну на самом деле в принципе и педро был хороший бой для джимми да сжимми там проблема потому что он-то и сам хрустальный такой малясь парень я вот в принципе конечно понимал с мунизом что муни сам-то ударить может и у него очень часто были такие бои когда он проигрывал потом попадал люди плыли и он их сабил ну как фонд например которые тоже здесь десяточки да да фонд его разбирал вообще просто на части на части рвов а потом 1 1 пропущенный и все и он потек вниз и был задушен но тем не менее он медленный да как бы были шансы очень хорошие у коди очень хороший бой для него был но тем не менее он с ним не справился и надеюсь что сенсуал он все-таки справится потому что карьера сусала все-таки наверное подходит концу кстати как как интересно да когда-то сенсуал побеждал хархэма свидали это забавно да и был нокаутирован эриком кохом ну да парень скажем так с богатой карьеры в смешанных единоборствах очень долгой до полу легкий вес генри сихуда сегодня сказал что единственный бой который вернет его дома это бой с вулкановский ну я не знаю конечно это можно ли это супер боем назвать если он раскрутит это дерьмо то конечно я посмотрел бы на это но кому это будет реально будет интересен кто вообще о них знает но не знаю как бы кому это действительно нужно кроме сихуда по сути для него это скажем так возможность заработать еще одно достижение там такое причем пояс в коллекцию там как я не помню это ли тренер или азиз говорил он чтоб он там четверным чемпионом стал себе там новый вызов новое звание все такое но с точки зрения спорта мы можем посмотреть на вот этот дивизион вот просто на дивизион и что мы там заметим мы там заметим что есть макс холловой на первой строчке который ждет реванш и соответственно волкановский ему в этом не отказывал и скорее всего этот бой мы увидим далее есть забит магомед шарипов который близко подобрался к титульнику корейский зомби вновь набирающие обороты катар который сейчас у просто но вы вы сами видели его бой со стивенсом и по сути это очень-очень живой дивизион где вот реально посмотреть ну каждый по сути готов стать претендентом там в один бой реально один бой проведет вот у реально какой-нибудь из этих корейский зомби там забит выиграл бой все ты следующий на титул и какой сихуда я просто не понимаю да я согласен вообще редко когда такое бывает что практически каждый каждое звено до в топе в полу легком весе вызывает интерес такой редко не бывает практически каждого бойца можно связи с каждым и итог практически будет непредсказуем вот бой просто великолепный я вот смотрел когда мы планировали записать ролик я такой открываете надо хотя бы ознакомиться типа с рейтингами перед этим смотрю о типа эммит выше сименса поднялся думаю типа бред какой-то но хотя думаю блин бургас типа ниже его и неплохо бы было бы их свести типа в бою думаю да вряд ли такой типа бой сделают и через там день-два там просто анонс выкидывают я думаю вот это реально просто пушка что они там могут потенциально устроить это просто вообще фантазия кайфует просто дайс и самое главное то что это вот бойцы которые не находятся в топовой пятерки но они потенциально очень сильны очень скилловые очень зрелищный поэтому здесь по сути вот просто вот всю десятку бери которые мы сейчас видим перед глазами и она представляет из себя большую угрозу и большой интерес поэтому я не советовал сейчас генри сихуда заморачиваться он там хотел с семьей побыть там у него девушка появилась и соответственно ей тоже нужно внимание уделять и как-то на этом сосредоточиться как он изначально хотел а потом когда волкановский если он проведет несколько успешных защиту так а такое может быть потому что он представляет из себя действительно очень опасно бойца тогда может быть какой-то сверх триумфальное возвращение 3 пол можно увидеть но пока я предпочитаю скорее увидеть волкановский с легитимными контендерами корейского зомби я посмотрел бы все-таки с артегой но это прям то напрашивается напрашивается и главное у них предыстория была это самое важное но как сказал волкановский он хочет посмотреть забита против зомби это тоже отличный бой ключ и моменты это сколько раундов это дерьмо знаешь знаешь вот в чем интерес здесь интерес тут в том что у нас есть будут реально принципиальные бои здесь первый принципиальный будет а волкановский холовой конечно потому что у некоторых людей остались вопросы что может макс там перегорел был какой-то у него неправильный геймплан или что-то да и надо поставить точку в этом противостоянии и соответственно дать максу еще один шанс далее артега и корейский зомби они поцапались уже имеют какие-то у себя там и терки в твиттере даже в живую встречались там артега его какому-то кенту там леща дал уж это переводчик да и соответственно это интересный потенциально горячий бой далее забит я ир ну вы сами понимаете очень должны были организовать но все никак и соответственно вот у нас есть вся топовая пятерка которая готова получить очень интересный потенциальный бой вот ну реально интересно же ну мне кажется все с этим согласны я думаю да и что самое главное все эти бои я посмотрел бы пять раундов это было бы реально круто а единственное что с кем драться катару вот этот вопрос такой в воздухе летает ну там есть на самом деле дниги который хотел с кем-то подраться пускай вот дерется катаром дниги хотел подраться с джереми стивенсом который кстати недавно улетела ему год еще устанавливаться ну не год ну полгодика в принципе да но с другой стороны и гита сам чуть не улетел поэтому они плюс-минус на равных позициях там через полгодика если встретиться думаю нормально будет замечу что джереми то показал себя очень неплохо с катаром у него локальные успехи были он местами неплохо попадал но конечно вот это тот нокаут отразится на его карьере на его рейтинге но он сейчас находится уже на низине 10 10 рейтинга ну сколько там 9 место у него но в целом конечно если он циги встретиться через полгодика это будет безусловно интересный яркий бой да они там реально могут закатить вообще жаришку полную ну не знаю для кого это будет конечно плюсом но это даже рано вообще об этом говорить я бы райана холла посмотрел бы либо с юсуфом либо с алином блин это только что да только что об этом подумал осталось два человека которых мы не обсудили по сути для холла такие достаточно сложные бои что один что 2 я бы естественно с двумя сразу был посмотрел да как как он будет кататься попытаясь сначала одного поймать за ногу потом 2 да ну легкий вес тут буквально за неделю перевернулось с ног на голову да не сказать что это даже не то что не сказать это абсолютно не удивительно да и в подкасте говорили об этом это было как бы и так понятно что у тони эго до который он не может как бы бороть ему говорили даже в углу там применять какие-то но моменты которые он абсолютно не использовал он отключил и решил зарубиться грубо говоря а вот гэджи рубиться с ним не хотел и соответственно более умный как это не странно звучит до гэджи победил в этом бою знаешь самое интересное здесь то что гэджи не хотел рубиться это в целом достаточно такое как-то два вот эти слова где-то отрядом находящийся уже вызывают некоторый диссонанс я не знаю где то ну как как-то мне кажется что-то ничего не правильно здесь вообще вот это конечно момент когда он сидел в углу ему тревор уиттман сказал типа 4 радуешься ты помнишь к что было последний раз когда ты радовался он такой меня вырубили ключевой момент реально очень такой важный и если бы фильм снимали бы это обязательно бы надо было бы включить такой ну шедевр можно сказать он не он мне кажется от этого кайфует он каждый раз таким упоением рассказывает как вы вырубили я не помню в паблике дом ленту листал сегодня или вчера и там какой-то рассказ у него что ему какая-то стойка понравилась хлебом что ли в церкви то ли еще где-то и он решил проверить сможет ли он ее пробить головой и говорит что въебался в нее с разбегу и сам себя выключил блять из таким с такой страсткой он все это рассказывает ну я продаю чувак вот реально немножко музыки да ну чё тут сказать вообще конечно вес насыщен всем чем только можно и стилистикой и именами и вообще все что только можно пройдемся кратко о том кто чего хочет до махачев хочет филдера и филдера также хочет феррера как говорится губу раскатали пацаны да пускай подерутся я посмотрел бы махачево против феррера на самом деле давно бы уже хотел посмотреть и самое главное что этот бой он уже был в наметках где-то я не помню кто-то его анонсировали да этот бой был в статусе скажем так разработки на какой-то бразильский турнир и в целом реально очень интересное противостояние потому что оба обладают интересными навыками интересными скиллами в стойке в партере и боем потенциально мог быть очень интересным и в целом конечно тут вот эти вот два бойца не конечно стоят особняком вот если посмотреть на около топа вот ну топ-10 там топ-15 они вот эти два бойца представляют наибольшую угрозу и глянуть их с хукером с филдером я не знаю там с дастином париес чарльзом оливейры это было бы интересно но этих боев к сожалению не будет ислам не выйдет против чарльза оливейры я уверен ну не знаю почему-то оливейра опасен реально опасен и не захочет не его менеджер никто подставлять под угрозу сейчас карьеру ислама которая находится на очень хорошем ходу не потому что ислам боится не потому что боится его менеджер на просто потому что сейчас такой бой не нужен вот и все фиры и конечно тут я не знаю там и с хукером и со всеми подряд зарубится ему вообще насрать но с другой стороны можно было бы тоже более скажем так разумно относиться к своей карьере потому что реально парень очень скилловый конечно если выбирать типа кому дадут филдера я думаю вообще не стоит вопроса о том кому дадут действительно филдер я думаю это будет махачев махачев получит бой который он хочет я более чем уверен в этом по поводу того кто недавно показал великолепное выступление 3 доберда я бы его глянул бы в бою против гелеспи если он уже проснулся конечно только так ну с гелеспи это опасно потому что даже сейчас мы видели то что доберна определенно в некоторой степени подтянул свой тейкдаун диффенс но его сопернику удавались тейкдауны эрнандес даже будучи потрясенным все-таки пару раз его перевел а знаю какими борцовскими навыками обладает гелеспи это прям ну очень херовый матча блядрю и соответственно я бы лучше посмотрел с каким-нибудь бойцом который не будет пытаться его переводить а решить с ним порубиться например л я квинта ну или феррера тот же который феррера может его нахлобучить как и петиса в партере кстати я вот только не пойму знаешь вот другая на 14 строчки а бенель дарюш на 15 бенель дарюш его побил точнее сабнул вот на прошлой неделе буквально ну образно говоря да конечно расклад такой непонятен не я ле квинта находится ниже чем кивин ли тоже такой момент непонятный потому что два раза из двух кевином проиграл конечно второй бой это был близкий бой но ключевые раунды он слил и надо было понимать что ну судьи не всегда считают так как ты считаешь ты принципе на был увереннее забирать тем более бой сик винты и есть хорошие бои хукер кое-как победил фелдера вот точно тоже такой очень близкий бой и собственно ну фелдер там это такая как бы лакомый кусочек для пацанов с дна вот на фелдер и хукер не захотят ника никому свою так сказать поп куда такую сладкую никому не захотят давать и поэтому смотрят именно вверх я думаю то что на фелдера смотрят по причине того что он не является таким вот прям жестко бьющим бойцом он не является сверх опасным грэпплером который там при совершенной тобой ошибки вот это неправильно провел тейкдаун как вот допустим оливере это можно сделать и все у тебя бой будет закончен потому что он вцепится в твою шею как клещ и ничего ты уже с этим не сделаешь фелдер такой просто напористый парень рубака не сильный физически и как бы все можно его попытаться побороть можно попытаться его перебить в стойке он не несет такой угрозы как дэн хукер потому что дэн хукер определенно вырубить может и может это сделать практически с любым да ну вот и хукер я посмотрел бы с оливеерой ими которым нравится этот бой именно матч-ап хукер парье я не понимал есть честно вообще типа зачем этот бой ну для кого-то он хукеру нужен в первую очередь надо хочет двигаться дальше по карьерной лестнице на парье это элита это боец который не так давно дрался с чемпионом и находится на третьей строчке поэтому для хукер это хороший бы парье уже второй или третий раз вызывает конора не знаю почему конор не хочет провести реванш дэнер вообще непонятно чего хочет он там вроде какие-то документы фотографировал чтобы он уже у него назначен он там что-то подписал но это все бабка на 2 сказал это мы все знаем конора и насколько он может подогревать интерес без каких-либо на то оснований просто вот принципе вообще идея того что конор хочет выступить уже ну на этой как бы ну как сказать в этом полугодии да она как бы будоражит сознание потому что понимая что не будет продаж pay-per-view никто не захочет давать ему действительно хороший бой который продастся и возможно возможно действительно имеет смысл подраться на этом диезом именно сейчас потому что не будет продаж билетов а pay-per-view купит все но опять же смысл драться с ней там когда его даже в рейтинге нет вообще никому этот бой интересен сейчас реально да никому абсолютно хотя нет в рейтинге он есть на 10 строчки в следующей весовой категории которую мы сейчас обсуждать будем приколись это реально так необъяснимо но факт это это прям вообще такой рофл интересно но и так вопрос о рейтингах ну чё можно здесь сказать но сейчас у нас есть возможность более наглядно так сказать посмотреть на комару смана и возможных претендентов для него колбей ковингтон соответственно который все выпрашивает реванш он там вроде как вытряхнул весь песок из вагины своей и готов опять и ворваться в жаркий поединок с усманом но это чуть позже сейчас у нас тут еще есть учу леон эдвардс который также также сильный также выносливый также развивающийся боец но уже был побежден усманом также и более уверенно кстати чем колбе в остальном хорки яркая личность но я его не считаю таким вот прям опасным бойцом для усмана стилистически остальные стивен томпсон ну редко выступает раз год никто ему титульник не даст юберт бёрнс дайрон вудлин ну что-то мне подсказывает что через неделю таран вудли вырубит бернса и на этом все для него закончится ну я тоже надеюсь на это принципе что бернс ему предложить сможет сложно представить потому что закидуху типа как сама и он захочет ему кинуть ну спорно забороть но это же забавно потому что потому что в принципе майя борол бёрнса ну в первом рамке хотя бы ну типа попытался это сделать дан типа получилось даже перевести ну по физической силе то что бёрнс будет превосходить вудли я думаю ты ну из разряда невозможного из тех реально вот с кем я хочу посмотреть усман это стивен томпсон я уже несколько раз об этом говорил но опять же томпсон и как уже сказал ранее чтобы дойти до титула нужно еще парочку побед одержать но не знаю я посмотрел бы его с эдвардсом но эдвардс смотрит выше поэтому не знаю ну ты знаешь ты знаешь омсан он только на бумаге кажется таким вот интересным матчапом потому что если так вспомнить вудли когда хотел проводить ему тейкдаун делал это вообще без каких-либо проблем и если усман действительно захочет ему бульдозером там войти в дабл лэг и удержать на земле я думаю что это ему удаться вообще без каких-то проблем ну возможно по-другому себе представляю но все равно томпсон эдвардс неплохой матчап мне кажется вообще эдвардс хотя а кому вот с кем эдвардсу драться до типа с кем колби или томпсон по сути да не колби пусть масс видалин берется ну да у них у них предысторит братки бой который реально продастся там колби сказал я его там типа и забью на улице если увижу мне понравилось и поводу держите этого парня от меня подальше а то после драки на улице он же никогда не будет прежним думаю ну да конечно не будет уже в тюрьму сядет после этого ну да мы свидали опасный парень и мне лично непонятно почему почему вообще куда смотрит там конор там да и принципе это бой он напрашивается конор масвидаль там максимально максимально сильно напрашивается бой и я думаю что они по одному бою с кем-то проведут в ближайшее время если все сложится нормально то они сделают это когда откроют границы все вот это вот когда уже знаешь когда немножко потухнет когда люди немножко забудут про это и они бум анонсируют но пока не мере на это надеюсь они анонсируют конор масвидаль тут все такие есть что такое типа вообще что-то нереальное ну это может быть и будет реально что-то такое классное что-то такое яркое масвидаль может подраться с киесами например как вариант но он уже собрал его в бородатых годах а точно да мало будет кому интересно пусть киеса с моей подерется реванш да ну почему бы нет киес с макс интересный будет хороший такой ну демиану нормально будет выйти на опять победную строку бьет майя вызывала на бой ковингтона это такой момент точнее киеса вызвала на бой ковингтона это хитрожопый такой ход вообще у это ковингтона кто только не вызывал на бы вспомнил там белял мухаммед писал что типа я посмотрел бои бойцов из моего веса и соответственно сделал выводы что я могу там однозначно победить колбе ковингтона и все его могут победить вот на словах это прям такое скажем уже как идея фиксу все хотят с ним драться и все могут его победить до феодор феодор с последнего полусреднего веса ну и средний вес да то мы немножко коснулись уже этого мне лично непонятно почему тил выше йоли но хотя у них одна и та же цифра стоит это очень очень интересный момент да такой принципиальный важный потому что тил немножко игрался с как бы мыслью о том что он может подраться с ромера и бой бой реально интересно я посмотрел бы тила с ромера также ромер вызывал хол юрая есть там шагбазян есть гастеллум который хороший бой чемпиону дал канонир до коста и роберт ну роберт там непонятно когда он вернется пускай лучше отдыхает знаешь в целом вот смотреть вот на истреле он выглядит тоже как хоть я его считаю не очень хорошим человеком скажем так дуличным как боец он ну не оставляет желать ничего лучшего сейчас он яркий зрелищный интересный достаточно крупный для своего веса и соответственно он стоит особняком над остальными но есть у него конечно пара имен которые могут ему составить определенную конкуренцию по стилистике но паула коста например который может ворваться просто и завязать драку на ближнем бою ну мы же видели уже что бывает когда вот реально бойцы которые не сильно скажем так превосходят в скорости и силе удара но при этом являются гораздо техничным гораздо более техничными проигрывает он просто потому что они готовы ввязаться в драку ну например у стюли было ли такие ну вспомню как это было например у дики с этим с хак парастом реально просто он насколько он на десяток голов превосходит его в технике но при этом просто не готов был с ним драться и в чистую проиграл бой и у косты есть хорошая возможность повторить примерно то же самое если он не будет бояться ударов одесса не джебов его просто идти вперед и пытаться наносить свои с другой стороны я думаю с он не боялся ударов ромеро то есть с этим у него вообще никаких вопросов не возникнет ну коста очень интересный парень и очень такой развивающийся да как как бой как бой со сраэлем мне это нравится но как претендент я вижу что например у тела намного больше шансов или у канонир и того же канонир я думаю то что в нокаут свалится его уже потрясали и соответственно на тайминговые какие-то апперкоты там встречки напрашиваться ему но это очень плохая идея осады сани и они его будут ждать сто процентов ну ка ну да но он пропасть тоже может но именно вот стилистически тил мне кажется один из самых неудобных для деса нереально боевых лет если он дерется с головой он вообще для всех очень неудобный боец ну а так остальные ну что остальным еще есть что доказывать как ты говорил юра хол там что-то хочет но с десятой строчки кукарекать это хорошо но это все слишком далеко от реальности пускай шахбазян поделиться шахбазян да он будет с брандсоном скорее всего драться и они не дрались эти с брандсоном нет еще нет еще до думал может я пропустил что-то не в этот бой мог быть слишком быстро в конце концов они должны встретиться келдин гасталум есть который проиграл удары нутила и у джек херманса ну в общем есть вот и дальше вот начиная вот от тела и выше претенденты они же тела на включая или амиро бойцы которым есть что доказывать сейчас поэтому я думаю то что не найдется с кем подраться но мы можем на следующий весовой перейти ну да полутяжелый джонс вчера целую серию твитов запустил такой ну как бы обиделся да на то что не хотят ему платить на самом деле если подумать глубже этот бой конечно он прикольный да он классный но кто за него заплатит тут больше смотрит на то готовы ли казуалу платить за этот бой и ответ очень простой нет не готовы поэтому они не собирались ему платить за этот бой это идея родилась у главе у джона джонса и почему вот он не вызывает на пусть типами очень например да потому что я думаю он понимает что будет гораздо сложнее чем бой с нгану хоть именно в его голове но по факту я думаю что он столкнулся бы столкнулся бы с тем что проснулся потом просто бы и удивился бы как так быстро закончилось все я победил ты знаешь что проблема в том то что на бумаге все просто по сути вот взять вот геймплан джона который он нам обрисовал он логичный и достаточно понятный то что я бы перевел его в партер соответственно удерживал бы изматывал ну ты же понимаешь просто что просто так он не даст себя в партер перевести да он не ведет его это боец который обладает мышечной массой совсем не такого уровня как бойцы из полу тяжелой весовой категории на что там говорить он даже над тяжами особняком стоит и вот эти вот его неудачи с соседями очи чем я считаю что он действительно сильно перегорел и это было еще видно по его бою с диреками льюисом когда он действительно психологически был как-то ну я не знаю не своей тарелки по сути то ну чё вот реально посмотрите сейчас на ангану вы всерьез считать что был один и тот же человек что он не смог бы просто льюису запиздячить свою закидуху и закончить поединок в один момент нет это были разные люди я считаю не действительно хороший тейкдаун диффенс выносливости тактику он показал например в первом бое против киртиса бледиса и ну во втором бое там тоже был была защита тейкдауна но тем не менее он закончился очень быстро поэтому по нему сложно судить и в целом я считаю то что году немного более вынослив и лучше защищаться от тейкдауна в чем это принято считать на гану слишком сильно хотелось пиздак закрыть будет что он даже не удержался и закрыл раньше времени ну вообще конечно раскрылся раскрылся тэшейра здесь раскрылся до тэшейра раскрылся до который поиграл кури андерсону разгромно вообще очень интересный момент и а сам кури андерсон просто сдох до последнем бою поэтому это конечно это называется такая да несправедливая жизнь на от яна блоховича ну естественно ян блохович это максимально такой обоснованный вариант для следующего титульника ну клубе рейса конечно потому что бой был действительно близкий рейс может там кукарекать сколько угодно да но чтобы ему реванш реально получить на месте сидеть мало и блохович ну хороший бой покажет я думаю может быть немножко скучноватый на вряд ли конечно его джонс вырубит или сам нет ну вряд ли действительно ряд ли но бой покажут они неплохой мне кажется и даже я может быть давить захочет джонса по началу но опять это это его интереса в любом случае потому что на дистанции с джонсом стоять это пожалуй наверно один из самых невыгодных вариантов вообще для любого бойца да потом то шерри кого им дадут возможно там кого он теперь победит но как бы посмотрим кури андерсон там кури андерсон пускай зарубится с энтони смитом или с вулканом один ну кстати говоря насчет энтони смита это не то с кури андерсона предысторию имеет они уже цапались соц сетях ну с кем по сути не поцапался кури андерсон соц сетях это надо еще подумать но с это не смитом у них реально такое было заметное противостояние и этот бой определенный имеет смысл ну или например с никитой крыловым они также успели пообщаться в соц сетях поэтому здесь определенно имеет смысл а так бои интересные бойцы скилловые и тэшера ну тэшера конечно сейчас сильно сдал по скорости это не отнять он возраст все-таки берет свое но физически и по кардио он какой-то уникум реально чтобы в 40 лет показывать столь высокую выносливость это дорогого стоит не если он поставить свой геймплан именно в плане на изматывание соперника на работу дистанции то у него хорошие шансы победите и тяга сантоса того же вполне возможно и даже доминика рейса потому что мы все видели прекрасно что доминик рейс неплохо защищался от переводов джонса но при этом также спокойно валялся под валканом асдемиром и это было не так давно поэтому если главер поставит нормальный геймплан то в принципе он может некоторые шансы реализовать этих боях я все хочу как бы отметить да помнишь мы с тобой поговорили перед этим боем что у тэшера и форма немножко поменялось чуть-чуть суши чуть-чуть прям такой стал ну хотя он никогда в плохой форме не был но сейчас чуть-чуть заметно да пресс такой прорисовался такой рельефчик прям жесткий появился я не помню там и комментаторов по ходу боя говорили тоже что на вешалке он прям очень хорошо смотрелся вот и бой с андерсоном как раз таки был принципиально другого уровня то есть он был жижи что ли и в бою он показал тоже по физике просадку по кардио просадку удар не было вообще это было просто такой очень удивительно потому что это шери он всегда было на месте ты знаешь вот кстати от кори андерсон который там кукарекал что блоховича я не знаю как мне его надо победить потому что я его тогда размазал и соответственно как я должен выиграть в этот раз чтобы это было убедительно в итоге улетел в нокаут из тэшеры если он опять будет кукарекать еще раз нокаут улететь конечно весело будет ну да тяжелый вес здесь принципе я думаю все понятно и мы коснулись уже и так очень близко всех ключевых имен будет это вечный там номер три да там номер два дивизионе может быть когда им стрельнет но не знаю он там говорил что я степи победу выиграю да но в итоге опять улетел от нгану он он уже в голове своей прошел он гану и уже говорит я степи выиграю да и в итоге мы видели что было дэрик льюис да есть дэрик льюис и я бы посмотрел бы аверима с дэриком льюисом дэрик льюис кстати каким-то образом поднялся в рейтингах учитывая что причем выше как ты любишь вот замечать выше джуньера до сантоса который мой играл да и но я не знаю как-то он себя проявил за это время покатить три турнира шли все остальные те же что интересно остались на местах и хотя их было достаточно много дрались там алексея лени колд харрис арестара верим дрался фрэнсис гану же резинью раз инструк дрался и никто из них с места не сдвинулся сдвинулся только дэрик льюис не выпустим да чё можно тут сказать но в остальном тут особо реально разглагольствовать не о чем ждем реванша степи с кормье потому что по сути это единственный бой который сейчас реально ждут перед закатом грубо говоря карьеры даниэля он там собрался на пенсию ходить ну хотя он распсиховался игре 6 степени будет долго драться то давайте с фрэнсисом подерусь но виде конечно плохая тут не я не знаю там вставляете гифку с неграми с гробом или не надо да я думаю вы понимаете что если нгану будет действовать расчетливо будет действовать активно и самое главное встречать кормье который очень любит рубиться на ближней дистанции то по сути там до первого взмаха его весла там ну к сожалению не очень нужен этот бой даниэлю я очень не хотел бы чтобы они встречались поэтому пусть решаются степи свои вопросы и спокойно идет на пенсию а дальше уже гону там я не знаю там пытая свое счастье за титульник с кем угодно ну и как бы и все бэн ротал там свою этот и до принимальник до такого открыл говорят что я хочу бой с олейником ну а немного ли ты хочешь братушка да типа с номером 10 сразу хочешь бой хотя сам вообще даже не близок к тому чтобы войти в топ пусть с я не знаю там сакаем подерется что ли там из новым на там есть принципе есть имена для олейника но чем дальше тем жестче потому что вполне возможно что их сведут с азан струком и это будет ну возможно это будет быстро возможно получится все как обычно ну ты знаешь тут в принципе для него бои есть кстати говоря по поводу кертиса бледиса ему бой назначили в канаде против александра волкова в мейн-ивенте но турнир отменили там в канаде они нашли какое-то распространение в том штате или там я не знаю может быть даже в том городе коронавируса и турнир этот решили перенести так что небольшой спойлер есть и скорее всего этот турнир мы увидим или в сша или где-то на бойцовском острове или еще где-нибудь но суть ясна по олейнику по олейнику здесь у нас дэрик люис кстати есть ну не захочешь конечно с ним драться но интересно был бы вызовом тут просто к наполнено все знаешь типа по с половичем не вариант драться там еще ниже там с шамилем тоже вряд ли он будет драться шамилем не будет с волком харрисом он уже дрался с аверимом он уже дрался и по сути с джуниором до сантосом он тренируется ну реально ему драться просто не с кем по сути наговорил что с орловским если чоу они с орловским это волков собирался драться заставят да там олейник же с ним типа тренируется вместе ну короче у него из вариантов по сути только дэрик люис остался из ростового него просто он сам вот буквально недавно что ли говорил перед боем что если типа он пройдет вердума типа то он готов подраться типа с проигравшим боя розенстрок нгану и типа розенстрок в принципе ну хорошо что он не нгану проиграл конечно но розен розенстрок сам по себе боец тяжело бьющий но при этом поймать его можно он определенно не такой крупный как нгану и поэтому я не знаю там если у алексей будет очень скажем так удачный день он с той ноги встанет и сможет ему тейкдаун провести то там у него неплохие шансы в стойке конечно он будет нокаутирован тут никаких сомнений да это будет либо быстрый бой в принципе это конечно бой для розенстрока достаточно такой приятный но перевести его можно и его переводил и альбини его переводил но его на самом деле часто переводили его и в резине переводили принципе его тогда он defense он не особо изменился его и аверимова валял даму можно вспомнить но это это бой которая как бы заслуживает увлажнения собственно по женским боям не хочу даже говорить сейчас честно да то ты меня опередил просто да реально по сути по сути здесь можно остановиться только на бою на ключевых боях на бою этой кучеряшки влять черный и обезьян данджелы хилда и гадель и которые нагло кинули и соответственно хотя мы уже в подкасте побо бить успели по этому поводу поэтому я думаю то что очередной раз останавливаться на этом особого смысла нет давай пробежимся по паунт фопа он здесь а хотя тут ничего не поменялось тут мы увидел кстати гаделю выше подняли ну мое уважение нормально до моего уважения реально выше ансаров за это пожалуй самый был щитный рейтинг самый конченый потому что у нас тут вы или жанг выше валентина шевченко по-прежнему находится при всем уважении к вели но она не имеет никаких шансов вообще даже раунд забрать у шевченко не говоря уже о том что имея одну защиту у себя за спиной причем с той же соперницей которую валентина по сути деклассировала иметь ближе ближайшем бою ближайшем бою иметь при этом место в рейтинге выше ну это просто какой-то абсурд это реально абсурд и а еще абсурднее то то что во вне весовой категории она выше а в обычном рейтинге она ниже это очень просто кайф кайф как он есть на легчайшем вообще как бы даже нет смысла реально разбирать там нет соперниц для валентины даже это понятно уже всем абсолютно ну единственное что да там вот в минимальном весе да вот вы лежан где там набирает ход аманда рибас и пом как мне кажется у нее очень много шансов реально побить каждую абсолютно каждую я бы ее прям сразу стать 1 сурас на самом деле все бы ну для и и над ее надо постепенно свой путь по сути и у нее еще все самое интересное впереди по сути у нас тут реально очень неплохой ростер который может перспективе подняться в категорию валентины вот допустим марина родригес она достаточно крупная есть еще у нас не нан царов она тоже достаточно крупной есть татьяна суарис она тоже достаточно крупная и все они могут драться в категории валентины ну с другой стороны и валентина может спуститься потому что она явно не самая большая даже в этом посмотреть только джессика и больше нее чукагян больше нее да там почти каждая больше нее но тем не менее я думаю да поэтому здесь все так вот если посмотреть ну тут пиздючки только лотерсон по сути и кто еще так гадель я не очень крупного с барсока до эспар за пиздючка и это тиша торрес тоже маленькая ну в остальном все да ну я вот вы лежать начала верить в свой хайп им ну пускай верит реально я посмотрел бы бой с шевченко конечно вряд ли там что-то по цифрам было бы интересно но просто бой бы я посмотрел дадут ей сейчас этот бой я думаю потому что она только провела первую защиту и есть еще с кем драться в остальном да есть такой интерес она как именно как человек как личность достаточно приятная на там лишнего ничего не говорит такой достаточно позитивная поэтому ну так именно на провокации на шутки отвечает шутками ну с точки зрения посмотреть послушать понаблюдать нормальный такой человек позитивный и я думаю то что у нее неплохая карьера впереди но с шевченко связываться не стоит особенно сейчас это точно да есть смысл подраться с кем-то rose на мою нас и затем возможно выйти за титульник потому что выйти точнее жанг против на мою нас это неплохой бой ну роз же должна была джессика драться но бой то не состоялся но возможно и к счастью на мою нас там уже это не к счастью может но она вообще сказала что она не хочет драться там пока вообще все на свете там не лучше не станет да но она говорила да то что она снялась из-за того что у нее родственники умерли от вируса то я понимаю что не сейчас психологическая травма и ну и сейчас вообще не до боев ну да гадали может подраться там например с какой-нибудь условный марины разведес или не знаю а надо и драться пусть в инстаграм фотки выкладывает блин она там она вызвала эспарзу это вот я забыл об этом сказать она вызвала эспарзу и глупее ничего придумать нельзя невозможно наверное просто зачем еще раз говнобой зачем для чего тебе он поедине интересен должен быть ты уже победила так и самое главное эспарза выше не выше на ворот нижние да это вообще это абсолютно ничем не обусловленный бой ну просто ноль значимости ладно ребят наверное мы будем останавливаться потому что по сути дальше мы ничего интересного сказать вам не сможем там вы прекрасно знаете обстановку и по сути из значимых событий только бой аманды нунес в женском полулегком весе против достаточно крепкой сложной соперницы в этот мы увидим уже очень скоро но в остальном в легчайшем весе для нее сейчас вот прямо сейчас вызовов нет и на этом мы остановимся я предлагаю вам подписаться на наш канал потому что вы очень скоро сможете наблюдать здесь следующий подкаст на турнир который состоится 30 числа запишем его как только сфермируют полный карт и соответственно если вам с нами по кайфу то подписывайтесь вы нас этим очень сильно поддерживаете также кому кайф ставьте лайки подписывайтесь группу вконтакте заходите в telegram там есть чатик также есть чатик вконтакте кому интересно ставочки переходите на бетончик в общем на любой вкус и цвет есть социал очки есть интересный технический контент оставайтесь с нами ребят впереди много интересного да если хотите поддержать обязательно ставьте лайк пишите что вам понравилось какие еще рубрики хотели бы видеть в нашем канале и всем пока